Оперная артистка и популярный блогер Мария Максакова присоединяется к нашему эфиру. Мария, добрый день. Мы очень рады вас видеть. Здравствуйте, Мария. Прекрасно выглядите. Взаимно. Очень вас рада видеть, Екатерина, Алексей. Я также приветствую нашу аудиторию. Мария, отталкиваясь от очередной Путины, ну вот учитывая, как много она знает о своем бывшем, вас не удивляет, что она вообще жива, осталась после развода, более того, даже не бедствует? Вы знаете, многие предрекали, что он с ней поступит, как синяя борода из сказки, что он, конечно же, не потерпит такую свидетельницу всех его похождений, самых разнообразных, не только в смысле ограбления и разнообразной коррупции, но и также в личной жизни. Причем она делала действительно попытки описать все свои так называемые мытарства, хотя я считаю, что это такая парочка Бонни и Клайд с атомазохистическими наклонностями, поэтому в какой-то степени, особенно на тот период, они просто-таки нашли друг друга. И как бы она ни жаловалась на то, что буквально после единственно выпитой рюмки водки он превращался в натурального садиста и маньяка, выкручивая ей кожу до синяков, вылабывая там какие-то суставы и так далее. Ну, эти все истории мы обсуждали неоднократно по поводу того, что у него вообще к женщине узкоутилитарный подход, и что в данном случае, говоря об Шкребневой Путиной, а ныне Очередной, мы имеем как раз тот случай, когда она полностью удовлетворяла его грабительские наклонности. То есть ему хотелось найти себе такую жена-борода или такая терпила, которая с самого начала проявила вот это рвение неадекватное находиться в близости с ним, ожидая его на снегу и на морозе по несколько часов, когда он не торопился на их первые свидания. Ну, в дальнейшем, конечно же, все усугубилось. Тем не менее, оказавшись в ФРГ, они, в общем-то, поставили на поток те связи, которые там стали налаживать. То есть, вернее как, они оказались в ГДР, а связи произрастали с ФРГ. Вот это я несколько забежала вперед. Дело все в том, что в интервью Дитмар Клода, такой патентованный террорист, который за это сидел, рассказывал неоднократно, как он был разочарован в Путине, потому что оказалось, что он, с точки зрения Клода, продался компрадорской буржуазией, а вот не был таким истинным борцом за вот идею как таковую. И действительно, тут трудно не согласиться с Дитмаром Клода. Но дело все в том, что не то, что он продался, а Путин с самого начала преследовал только эту цель. Цель обогащения. И вот тогда, находясь в Дрездене в ГДР, он таким вот образом ожидал из ФРГ разнообразных знакомых, типа Дитмара Клода, с грузом, полезным для него, то есть с разнообразными посылками, типа Грюндик, телевизор и все прочее, что они потом перетаскивали через советскую границу, в дальнейшем продавали. И он наконец-то пересел со своего запорожца без глушителя на Волгу и, естественно, продолжал на этой самой уже Волге кружить по засниженным улочкам Ленинграда своего любимого Ралдукина, пока его все так же ожидала его вот эта, как бы это сказать, партнерша, вот эта подельница. Ну и вот в итоге они обогащались шаг за шагом, и она была ему всегда в этом бессменной порукой. Причем почему, получается, он поступил с ней гораздо милосерднее, чем многие предрекали? Ну потому что какие-то экстрасенсы ему нашептали, что, дескать, женщины в его окружении его не предадут, и поэтому он сделал ставку на них. В частности, разнообразные компании, такие большие, крупные, возглавляют у него бессменные женщины. Там можно поговорить про Горикову, про Набиулину, каждый раз нервничаю при произнесении его фамилии, как бы в прямом эфире не оговориться, потому что, если бы я сказала иначе, это куда больше бы соответствовало тому, чем она занимается с российским населением. В общем, кроме нее еще много других предмеров, таких как Матвиенко и разные другие женщины во власти, которые бы, конечно, изрядно напряглись, если случилось бы что-нибудь неприятное с Путиной, тогда еще, а ныне очередное. И поэтому он проявил невиданную для себя щедрость и милосердие. Он ее отпустил. Более того, он построил к ней такого курирующего муженька, с которым она продолжает их дело. То есть все то, что они делали вместе, будучи вот этой самой Бонни и Клайд советского разлива, вот это же самое теперь она делает, догрызая оставшиеся от Путина. То есть там, где Путин со своей, уже можно сказать, костлявой рукой голода и нищеты, недостаточно припер россиян, как ему кажется, подспевает очередное со своими мелкокредитными организациями. Вот где россияне получают вот эти вот маленькие, но, видимо, нужные и ненадолго спасающие от бедствий кредиты, а затем предполагаю, что ее компанию, ну, всячески поддерживает вся селовка путинская. И уж как выбить потом оставшиеся крохи из россиянина, им ли не знать. Поэтому вот такая у них ситуация, когда действительно разошедшись, и, в общем-то, она столько слезовойничала, жаловалась, писала книги, о которых я уже упомянула, со вспоминаниями про синяки и ссадины, а также, в общем-то, напивалась до бирспамятства в разных ресторанах. К ней уже подходили один за другим, в очередь, можно сказать, стояли монастыри РПЦ, которые думали, о, если бы такую нам заполучить монахиню, вот если бы нам постричь такую, то, конечно же, потоки финансирования в данный конкретный монастырь были бы огромны. И, в общем, Путин, предполагая, как его будут сравнивать с каким-нибудь Генрихом Восьмым или кем-то еще таким же, вроде Герцога Синяя Борода, видимо, решил поступить иначе, но приставил к ней вот этого бодигарда, оформил ему отношения, и теперь она продолжает грабить россиян и обогащаться вместе с бодигардом. Как хорошо, что вы показали сюжеты, и тем сократили мне несколько необходимость перечислять все вот эти активы, которые им удалось совместно, ну как, ограбив российский народ, прикупить. И тут у меня есть предложение. Предложение следующего характера. Вот хорошо так же, я считаю, вы сделали, процитировав фонд борьбы с коррупцией. Дело в том, что Алексей Навальный оставил наследие, которым можно было бы воспользоваться его последователем. Дело в том, что можно точно знать, где и кто расположил свои вот эти угодия, приобретенные на наворованные деньги. Что касается угодий за пределами Российской Федерации, мне кажется, что в частности украинцам, оказавшимся за рубежом, мне кажется, стоит ознакомиться с этими угодиями. Дело все в том, что европейское право, да, в общем-то, и в Соединенных Штатах эта проблема существует, они не знают, что делать со сквотерами. Знаете, это такие люди, которые заходят в помещения, когда нет хозяев. И вот мягкое право, как особенно в Испании, но это просто притча выясняется, так и, в общем-то, в Соединенных Штатах вообще не знают, что делать с такими вот заселившимися в дома, в случае, если у этих заселившихся нет альтернативы, то есть нет крышно-туловой, нигде не прописано, у них нет жилья. Поэтому выселять их с точки зрения бюрократов европейских никак нельзя. Поэтому я думаю, что можно было бы посмотреть внимательно на все геолокации, подробно расписанные фондом борьбы с коррупцией. И, кстати, сказать, вот перечисленные даже в нашей сегодняшней программе владения, в частности, очередной ныне, Марберия, Биоридс вы указали. Вот это чем не прекрасная альтернатива каким-то очередям, если вот там необходимо стоять, чтобы получить какую-то крышу над головой, можно, по-моему, смело заселяться, учитывая, что даже в тех случаях, когда есть собственника, когда это объекты недвижимости не подвергаются каким-то санкциям или арестам, даже в этих случаях годами не удается выселить оказавшихся таким образом бездомных людей в каком-то объекте недвижимости, ну, что уж говорить про те объекты, которые вот-вот попадут под санкции. Поэтому их спешная попытка сбагрить это каким-то образом и, как обычно, выйти в деньги, о чем они так мечтают, может увенчаться фиаско, потому что вот пока еще не нашлось достаточно смелых бюрократов в Европейском Союзе, которые бы, наконец-то, арестовали эту всю незаконно нажитую недвижимость и передали все это Украине. Ну, раз пока они меджат, то, мне кажется, имеет прямой смысл помочь не только вот промедлительным, скажем так, чиновникам в Биарице или в Морбелье, но также я бы могла сказать о том, что есть тосканская вилла у Медведева с готовым, знаете ли, каким-то хозяйством, вот этими виноградниками и так далее. Мне кажется, она тоже должна в конце концов раскрыть свои гостеприимные двери для вот таких людей, у которых нет крыши над головой, которые из-за преступлений путинского режима вынуждены были искать, искать как, где и на что жить. Вот я думаю, что эти объекты должны в первую очередь быть в поле зрения, в фокусе внимания. Также, наверное, стоит упомянуть виллы в Италии Валентина Матвиенко. Кстати сказать, у Гергиева много там всяких владений, в том числе в Венеции. Можно рассказать про владение упомянутой мной сегодня уже Голиковой мадам Арбидол в Испании и Португалии. Ну и много всего еще интересного. Опять-таки, я считаю, что это касается не только путинских чиновников, но и путинских олигархов, которые попали под санкции. Вот их преступная война, которую они ведут, спонсорами которой они являются, привела к тому, что многие из них уже не могут сами оказаться за пределами ямы, мордора, но и все-таки как-то они маневрируют и переписывают, кто успевает на кого, или там кого-то заселяют, кому-то дают в аренду. Ну вот мне кажется, что нужно пристальнее смотреть за этими объектами и при каждой возможности сквоторы должны веселой гурьбой заполнять вот эти самые упомянутые мной объекты. Что же касается, кстати, даже, наверное, еще нужно вот что сказать, огромная вилла Фридмана, недалеко от, где-то, по-моему, даже каких-то на первой линии в Юрмале тоже, мне кажется, вполне вот такой объект. Да в Юрмале, кстати, можно много на что посмотреть. Фурсинка, это даже у члена кооператива озера, между прочим. Тоже, я думаю, что случись с флотером, приглядеться попристальнее, вполне возможно, что это было бы надолго. А вот что касается тех объектов, которые находятся внутри ямы, внутри Мордора, тут тоже воспользовавшись теми расследованиями, наследием уже теперь Алексея Навального, думаю, что, ну, вооружившись какими-то, знаете ли, планами вот всех этих сооружений, можно было бы предложить вот недовольным протестующим как-то изменить, может быть, усовершенствовать ландшафтный дизайн. Мария, в развитии вашего прекрасного предложения можно составить список и разместить его в телеграм-каналах по странам, там, украинцы, да, там, в Португалии, там-то, там-то, там-то. Спасибо огромное, Мария. Поленять специально артисту, не так и ландшафт. Спасибо. Мария Максакова, оперная артистка, присоединялась к нашему эфиру. Спасибо огромное. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.